Дело в том, что все то, что он рассказывал, допустим, Андрюсенко о себе, те примеры, которые он приводил и говорил, допустим, что он получил свободу, он освободился, это все я испытал, когда ушел с католичеством. Я стал католиком, и примерно где-то в 25 лет я ушел с католиком, и я точно такое же состояние ощущал, так называемой свободы. Знаешь, что это за свобода? Свобода от священства, от икон, от мощей, от святых и так далее. Но это не свобода, это иллюзорная свобода. Это раз. Во-вторых, когда Игнатий Тихонович говорил, ну, говорит вернее, и я с ним согласен, что баптисты ближе к православию, да? Вот. Это правда. Но они опаснее всех по отношению к православию, понимаешь? Потому что, ну, это если брать в процентном соотношении, это, получается, баптисты как бы 90% истины, а 10% ереси, лжи. Понимаешь? И вот в чем у них опасность. Я просто прошел это про католичество, протестантизм, понимаешь? Вот. И я пришел в православие со всеми его недостатками, со всеми вот этими его так называемыми околоправославными, язычеством тоже наслоенными и так далее. Ну, среди всего этого, во-первых, это церковь, во-вторых, есть истины верующие, действительно, потому что реально православие, ну, это, оно не логичное вообще, это раз, и оно должно было давным-давно уже исчезнуть, на самом деле. Допустим, насчет Игнатия Тихоновича, когда я первый раз его посмотрел, он, конечно, вызвал меня чисто эмоционально такой, нестыков какая-то получает, дед какой-то бородатый, оборванный, во свете Библии, непонятно кто, он православный, хрестится с Библией, то есть, а Библия – это же протестантская тема. То есть, я так глянул, а он же такой, ну, то есть, ревностно говорит, думаю, какой-то он, знаешь, это, он же протестантов должно мягко быть по любви, там, ласкательно, понимаешь? Я же привык к этому. Но через какой-то месяц, по-моему, полтора-два, ну, примерно такое время, я вернулся к нему. начал слушать, потому что уже наслушался протестантов столько, что это… и батюшек я некоторых слушал, снял, там, курал, но все равно, знаешь, как это, ну, с батюшком было такое не очень, потому что, ну, с протестантизмом сразу был. Не объясняли, как, ну, четко по-протестантски, понимаешь, как Игнатий Тихонович, вот именно на протестантском языке он объясняет, что вы не церковь и так далее, я раскладывал, и когда я в это все погрузился, ну, то есть, как бы, я анализировал, сравнивал и так далее, я слушал очень долго. не то, что там, а увидел, рот раскрыл и так далее, потому что я уже столько наелся и за это самое, и мне уже было, как говорится, не до ничего. очень хорошую статью написал Игнатий Тихонович, кто-то, я уже не помню, он читал, что, там он говорит, что многие думают, что святые стали сразу святыми, и они там не ели, не пили, не ходили в туалет, ну, то есть, не такие же самые люди были, ну, там тот же Григорий Богослову, ну, все эти святые богословы, что вот у меня друг протестант, который православие принял, ему тяжелее принимать многие вещи, вот он говорит, почему, потому что он идеализирует, а протестантизм это крайность, католичество, так и протестантизм, католичество ушло в крайность дел, а протестантизм ушло в крайность веры, так говорит, ну, а православие говорит, и вера, и дела, но я к чему веду, он говорит, что почитаешь, там, какого-то святого, такие подвиги, что аж в отчаяние бросаюсь, я это тоже, когда читал в свое время, мне тоже отчаяние было, ну, когда-то, раньше еще, когда-то там, а я говорю, так, это, говорю, то, что ты читаешь, это уже результат, чего они достигли, потому что, как там, смотрите на кончину, ну, как в слове Божьем написано, смотрите на кончину, ну, подвижников, а не на это самое. Сераи на кончину и подражает. Да, да, это, говорю, это как образец, будьте святы, как я свят, говорит Господь, вот, ну, это же нереально, ну, стремиться к этому, и у каждого свой, говорю. Это есть, это, Сергей такой есть проповедник, но он не пойми, кто тоже такой очепенец отдельный, и вот они же, понимаешь, вроде складно он говорит, то, что, то есть, мы должны уже добиться этой праведности при жизни, то есть, мы стать должны святыми, то есть, не то, чтобы по названию, а вот настоящими святыми просто не грешить. Согласен, я не спорю, но дело в том, что есть так называемый, во-первых, есть промысел Божий, это раз, мы должны стремиться к этому, это два, но есть много, вот я читал тоже в житии, я не помню сейчас, недавно, одна женщина была, она была, ругалась, скверная была, ну, как бомжевала, но когда она умерла, то одному было открыто, как душа ее, пошла в рай, прошла все мытарства, пошла в рай, и он удивился, типа, как, то есть, а потому что она никого не осуждала, и Господь, соответственно, как говорится, ее не осудил, да, мало кто достигает этой вершины, мы должны стремиться к этому, святые говорили, достигали такой правил, вернее, чистоты, что даже в мельчайших каких-то микро частицах усматривали свою греховность. Чем ближе мы к Богу, к свету, тем яснее проявляются наши грехи, стремясь к той же святости, мы просто не замечаем на собой, не знаем на собой некоторых вещей, которые со стороны, а они же, видишь, кто так говорят, они в большинстве своем в одиночестве, то есть, они откалываются и в одиночестве в таком находится. Одну молитву Господь оставил, где говорится, не веди нас, Господи, в искушение. Господь-то, значит, периодически вводит какие-то искушения, а если не вводит Господь в искушение, значит, что у тебя отношений с Ним нет? Все те, кто отверг или не признает истинную православную церковь, считают себя особыми, постигшими высоты веры. Но на самом деле они наполняют мир, мир, который по-своему понимает Бога и говорит «У меня Бог в душе». В этом и есть замысел сатаны – взглоздать, чтобы потом взглоздать. Именно общество разной веры, людей верующих, но каждый по-своему готовит луковый дух, чтобы устроить свой последний рендиозный балл. Таких, как Андрюсенко, потом Кузнецов, потом Потемин, их очень много, которые разочаровались. В основном это протестантизм, католичество мало, но тоже есть. То есть, понимаешь, и они называют себя просто христианами, а это церковь антихриста строили, потому что антихрист придет, и он кого-кого их первых увлечет. Ты заметь, что в православной церкви, единственной церкви, повторяется все то, что было в ветхозаветной церкви. Перед приходом Христа, перед Рождеством его, все так же самое. Продавались, кстати, покупались священства, первосвященства. Это все было. Плюс торговля в храме была, то есть в бизнес превратили. К людям относились, как говорится, как к товарам и так далее. Все то же самое сейчас в православной церкви происходит. Но это церковь. И Христос пришел действительно в церковь свою. При всех ее недостатках и так далее, когда он исцелял храмово, слепого, то есть что он сказал? Пойди покажи священнику. Потом с этой самарянкой он говорил, вы не знаете, к кому кланяйтесь, а мы знаем и спасение от церкви, то есть от его идеи. При всех то, что он говорил, что вы гробы окрашены и так далее и тому подобное. Я когда уходил с католичества, я как бы иконы отверг. То есть я не называл их в принципе. Я не помню, не буду, чтобы это самое называл, не называл. Может по глупости, как говорится, по молодости. Может и называл, что они едят? Может. Но насчет Божьей Матери я не стал как бы отвергать. Но я помню как сейчас, что господи, я не понимаю правильно, неправильно там насчет Божьей Мати. Если надо будет, ты мне в свое время откроешь. Лет 12-12, может чуть больше, я был в протестантах. И после этих годов, получается, когда уже стал православным, интересоваться, изучать. Ко мне такое четкое сознание пришло понимание, что если в католичестве, в протестантизме даже, пусть даже неправильно там, да, пытаются причаститься телом, ну, кровью Христа, да, там, вот. Божья Матерь носила причастие. То есть Иисуса Христа, то есть самого Бога. То есть мне как это, я не знаю, я аж так глубоко от осознания пришло, что как я могу этот сосуд как бы Божью Матерь, а такая слабость брала, когда я это понимал, ну, в теле, что как я мог так вообще, то есть Господь как бы дал понимание этого. Я благодарю Бога. Потому что Церковь – это Божья Матерь, это апостолы, это святые, это подвижники. Как можно от этого отказаться? За крест, и сколько святых пострадало, за один крест только тысячи людей убивали. Вот в гонении какие закресты и в наши времена было. Вот как же можно вот этого отвергнуть? Ну, во-первых, насчет креста. Явится знамя на небе. Это будет крест. Это знамя. То есть знамя победы и так далее. То есть это в Библии есть. Вот. Это раз. Во-вторых, то, что он, получается, все это время мучился. Он мучился, да. А это испытание, да, я согласен. Это нелегко. Мне легко говорить об этом. Со мной такое не происходит. Вот. Но это, как бы, был, можно сказать, последней каплей для его такого, что он сейчас говорит и делает. Дай Бог, конечно, чтобы он через это прошел. И хрест, который дал ему Бог в церкви. Вот. Он взял его и, ну, в сторону отложил и не несет. Конечно, легко. Но внутри Дух Святой через совесть говорит, нет. Да. Истинных подвижников, ну, реально их мало, ну, то есть их немного. И я бы с удовольствием тоже примкнул бы к такому подвижнику и был бы возле него. Потому что есть, как там, взаимоскрепляющие связи. Если он действительно подвижник, то, ну, то по-любому, как говорится, к цветку пчелы будут, ну, лететь, чтобы взять мед. Ну, понимаешь, то есть, как бы, и это нормально, я считаю. Вот. Потому что кому ему дано и дано и немало, и он подтвердил это своей жизнью и своими делами. И опять же, я его не идеализирую. Понимаешь? Вот. Но когда он говорит Слово Божие, которое он, он не просто говорит, он прожил это, прожил испытаниями. Понимаешь? Если, ну, вот. Если взять, допустим, 10 богословов баптистских или 100 богословов, и его, понимаешь, что они, то есть, они чисто на теории хорошие, хорошие проповеди говорят и это. А он прошел это своей жизнью испытанием, Игнатий Тихонович. Естественно, почему на него нападают, допустим, те же, когда в полемике с протестантами, я в фейсбуке переписываюсь, они действительно яростно нападают или еще что-то пишут, да, так же же сам Игнатий Тихонович. Потому что это, с другой стороны, и поиск, и проверка идет. Насколько человек тверд, вот, насколько истинным и так далее и тому подобное. Вот. Но уже другой вопрос, и когда, ну, то есть, есть и такой, есть и такая категория людей. И когда они испытывают, допустим, и видят, что в этом истина, ну, а как испытаешь, если не ладаешь, правильно? То, что, ну, Игнатий Тихонович, кстати, многие вещи, которые говорил, там, насчет крещения, насчет торговли и так далее, сейчас многие священники об этом тоже говорят, начинают говорить. Ролики скидывал, вот, освещение. Да, сколько, сколько можно найти? Они уже все, уже все, скоро стиральный порошок продавать будут. Супермаркет. Ну да. А что ты уперся? Как ты можешь сформулировать это? А что я уперся? Ну, получается, в эту узость, понимаешь, все крутится вокруг Библии, вернее, только не всей Библии, а тех частей, которые протестантизм повырывал, то есть построил на этом свое богословие. У протестантов, у них богословие ихнее строится на Слове Божьем, которое вырвано из контекста, полностью, понимаешь? Вот. И долго над этим, в этом быть, это надо бы, ну, либо постоянно быть, как говорится, обольщенным, потому что это ж ересь, потому что это частичная истина. И приходит момент, когда, ну, роста нету. То есть ты вот в этом пребываешь, как бы своего рода достигаешь вот этого ихнего, получается, якобы, благословия, от этой, так сказать, ихней полноты, которой не есть полнота. И плюс куча противоречий, их же куча направлений. То есть ты сначала в своем приходе, так называемом общении, слушаясь пастора одного-второго, ну, своих, да, потом надоедает по-человечески. Либо же уже, там, это, начинаешь интересоваться другими, начинаешь бродить по всем сектам, ну, не в физическом плане, там, через интернет, через книжки, слушать других и так далее. И потом такая каша получается в голове, потому что у каждого уже в своем богословии, и все друг другу противоречат. Единственное, в чем нету противоречия, это в Евангелии. Христос возлюбил мир, родился, поплатился, вот, понес наказание на крест и воскрес. Вот это исказить нельзя. Ну, то есть никто не может исказить. А все остальное, оно извращено. И каждый толкует и так далее, и тому подобное. Внешнее удовлетворение и есть. Душевное и есть. Но не духовное. Его нету. И ты, получается, как, получается, постоянно вынужден доказывать, в первую очередь, себе, что ты веришь, что ты в церкви, что это правильно церковь, что ты в правильном направлении. Ну, и, соответственно, другим. Почему они такие навязчивые? Почему они пытаются доказать, там, кому-то, ну, то есть, привлечь кого-то других? Это, в первую очередь, доказательство себе. Понимаешь? Понимаешь? Вот. И поэтому, то есть, когда ты упираешься в это, так сказать, и богословие, и, ну, в эту кашу и так далее, и тому подобное. И это уже рано или поздно надоедает. Кого-то это устраивает, многих это устраивает. Потому что там тоже есть свои деления, так сказать, на группы. Вот. Пастырь. Поколопастыря. Группа – это каста, так сказать. Вот. Если ты туда попадаешь, то ты неплохо себя чувствуешь. И духовно, и материально. Вот. И, кстати, это чистой воды папизм. То есть, пастырь – это папа. Мини-папа. Я тебе серьезно говорю. Если ты против пастыря что-то говоришь или думаешь, то ты говоришь против Бога. То есть, протестанты – они такие лукавые обманщики. Вот. Почему? Потому что, если ты пытаешься критически подойти к словам пастыра или к пастырю вообще, то сразу все ты бунтовишь. Ты уже дьяволом водишься и так далее и тому подобное. И тебя просто выплевывают. И меня пришел к такому духовному голоду или как оно, разочарованию и так далее. Меня уже… Вот. Соответственно, на православие я смотрел как на католичество. Потому что все то же самое. И священники, и иконы, и мульти. И… А вот не будь Лапкина, допустим, ты бы нашел бы выйти сам? Я думаю, что вряд ли. Вот именно через Лапкина, вот серьезно, я… Вот. Именно через него. Он на протестантском языке говорит. Понимаешь? По слову Божию. Потому что священники, которые там… Ну, тут же этот… Стеняю… В основном это Стеняю еще неплохо говорить. То есть, в принципе, больше аж никого. Не. Ну, сейчас, да. Уже более-менее появляются молодые. Там вот… Атриол… Там есть ребята, которые… Почему? Потому что они с протестантами… С протестантами на протестантском языке говорят. Понимаешь? Это как алкоголик, бывший, может уметь… Знает и понимает язык алкоголика. Он может с ним общаться. А на тот момент… Только Лапкин. Все. Больше никого. Кстати. Чтобы протестант пришел в православие, у него должен быть кризис тоже. В основном из-за кризиса веры… Я не говорю, что это, как говорится, правило. Вот. Но в основном такое, что он должен быть неудовлетворен, то есть, своим богопознанием, своим богословием, где он питается. Вот. А так все. У них настолько все закольцовано, что ты им… говори, не говори, заказывай, не заказывай. Они у них… То есть, закольцовано все. То есть, им… Вот. Если он, как говорится, не в кризисе, то ты его не знаю. Хоть тысячу доводов заводи, он будет на своем стоять. Ну, как… Они, как заколдованные, по-моему. У меня единственным утверждением, и я удивляюсь, почему люди не видят этого и не понимают, что сегодня, ну, мировая вот эта, как называемая, эта кулиса, да, или как еще ее называют по-всячески, она-то борется сегодня с православием. Ничто, как православие, больше ее не интересует. Это же единственный показатель, от которого уже можно все понять. Борьба с православием, ни с кем другим больше. Ну, так правильно, так потому что все нагнутые уже. Католичество нагнули, протестантизм уже нагнули. Они же там никто и звать их никак. Ну, я образно говоря, в смысле… Понимаешь, там у них войнать не надо. Они сами и идут на поводу за ними. Потому что люди обмерщенные совершенно. Люди за миром идут. Вот смотри, я переписывал сам. У нас диалог был с протестантом там. В фейсбуке. Он там… Вот протестантизм, это вера, тратата, короче. Я говорю, какая вера. Ну, вот человеколюбивая, заботящаясь странами. Я говорю, какие страны? Америка. Я говорю, это страна, которая, я говорю, узаконила гомосексуализм. Рассила весь мир. Поставила памятник Бафомету и узаконила сатанизм. И позволила им проповедовать в школе. Все. Игнор и молчание. Потому что это правда и нечего сказать. Вот и все. Так что… Да, мир. Я вот сегодня только говорил, опять же, я уже не помню, с кем сегодня много было разговоров. Смотри. А, с этим… с Олегом Щербанюком. Вот. И как раз вот эту тему современного построения Вавилонской Вавилонской башни, да, после ее разрушения народ Господь разделил на языки и народы. Вот. И посмотри, с тех пор в веках передавалась какая-то определенная культура. Существовала тысячелетиями. Она, понимаешь, то есть определенная культура в одежде, в поведении, ну, в менталитет, в общем. И посмотри, за какие-то 20-30 лет, понимаешь, вот эта американизация, она одолела весь мир вообще. Она покорила весь мир вот этими Макдональдсами, и потери пола, и модами, и прочими вот этими мерзностями всякими. Как могло такое произойти вообще? И кто это сделал, если это не Америка и Европа? Как ее можно превозносить, эту Америку, если она такую беду сотворила с миром? Так, а, видишь, у нас очень много ноги одурманены, как в духовном, так и политическом смысле. Вот, Европа, Америка, вообще бред. Люди не видят факты. Что ж там хорошего, куда вы стремитесь? Не Европа, Америка. Ну, то есть, понимаешь, это духовное осветление. Это вот реально вот это вино, блудодеяние, которым люди, ну, опоены. Реально, ты с ними разговариваешь, ты ему факты предоставляешь. Вот, а он мне говорит Америка. А я говорю, Америка, я говорю, о людях заботятся. А говорю, я пишу ему, а ты знаешь, как Америка, на чем она основалась, историю Америки, как она основалась, что она сколько там, 140 миллионов индейцев убануло. И все же по Библии они там, это же кто были, протестанты, которые убегали в Америку, ну, которые гнали в Европу. Даже не туда это. А конфликты после второй мировой войны, 46 конфликтов военных, которых Америка участвовала. И в этих странах что там, процветание сейчас есть? Где? Ни в одной. Туда убегали кто? Бандиты, сброд и протестанты, которые на это самое, на политической, экономической почве протестовали против католичества. И они туда убегали. Потом, что в Америке получается? Как основалась Америка? На крови. Юг и Запад. Индейцев вырезали. Потом война гражданская. Юг и Запад. Потом уже только это. Плюс там весь брод был. Вот. Потом вот эти депрессии. Потом станок этот, который в каком? В 1913 году ФРС начали печатать долго. И в 1917 революцию спонсировали. Оттуда все, все оттуда идет. Вот. Так что никогда она не была христианской. Никогда. Они меньше крови пролили, чем католики в своих инквизициях. И кстати, насчет католичества и инквизиции, то там очень много надуманного и очень много приписанного того, чего не делала инквизиция. Ну это я тебе как католик бывший говорю. Ну что там насчет инквизиции это много перевлечений. Что там пачками сжигали и так далее. Что там ну такое. Это все миф. Инквизиция была ну совсем другая. И жестокость инквизиции в основном была это. Один был доминиканский монах. Это испанец. Который перегибал действительно. Ну то есть какое-то время насильственно многие вещи перегибал и делал. В конечном итоге папа потом запретил ему. То есть. А инквизиция была. Но инквизиция была не такая, что взяли, схватили, сожгли. Нет. Там были разбирательства, были суды. И они длились ни один, ни два дня. И так далее. Там разбирались. Вот. И казнено было не столько там как приписывают там. Или из этого. То есть это все миф. Который был нагнетен на католическую церковь. Вот. Потом протестантизм поддерживался. Лютер поддерживал Сознашкин. Сюда же была эта турецкая империя. Вот. И турки поддерживали Лютера. Чтобы расколоть. Понял католичество. Потому что католическая церковь была. Востояла этой турецкой империи. А турции было выгодно, чтобы расколоть католичество. Ослабить ее. Там еще политическая такая тема. Там ее и разбирать. Вот. Почему Игнатий Тихонович говорит, что я с ним согласен. Что католичество это церковь. Со многими заблуждениями и сверезами церковь. От Петра рукоположение идет. Вот сегодня инквизиция. Она бы освободила человечество от войны. Допустим. Если вести сегодня вот. Ну. В той же России. Да. Вот такой вот строгий суд. Как при Гитлере допустим было. Да. Когда он решал проблемы. Там. Показательным убийством. Допустим. За трамвай на билет не наплатил. Это вывели. Расстреляли. Показательные какие-то казни. Но ведь это же можно. Остановить. Вот. И революции. И все страны. И майданы всяческие. И всякие бунты. Можно же пресечь. Мало. Малой кровью. Остановить. Большую кровь. Да. Но смотри. И. Я. Ну. Можно. Но. На какое-то время. Вишь. Зло. Оно. Какое-то время затихает. Вот. А потом оно проявляется. В Северной Корее. Посмотрите сколько лет у них. Закон. Ты там можешь оставлять сумку с деньгами или чего. Уходить. И через неделю приходить забирать ее. Сергей. Посмотри. Вот. Ты сам говоришь. Закон. А для кого нужен закон? Для беззаконников. Понимаешь. То есть. Ну. Для праведников не нужен. Путем закона. Да. Вот. Дело в том. Только ты. Как говорится. Ослабляешь эти законы. Ну. Становишься. Толерантным. Как это правильно. Либеральным. То люди. Как быстро. Как говорится. От законников. Стоит беззаконник. Это. Ну. То есть. Ты знаешь. Законом держать. Да. Это пока ты. Этот самый. Ну. Когда ты. Тиран. Какой-то. Понимаешь. Ну. Почему. Почему. Тиран. Возьмем. Ветхий завет. Допустим. Рабовладельческий строй. Во все времена. Это было. Во все века. Это нормой являлась. Когда человека наказывали. Смертной казнью. В Америке. По сей день. В некоторых штатах существуют. Такие наказания. Нет. Согласен. Но. Согласен. Закон должен быть. Закон должен быть. Работать. И так далее. Но. Так. Князь мира. Сатана. И. Мир лежит во зле. То. Как говорится. Зло нельзя казнить. Ну. Если ты. Мирской человек. Ты должен понимать. Что это. Болезное. Как бы. Для вас. Чтобы. Ужесточить. Законы. Да. Я. И с одним ментом. Тоже. Разговаривал. На эту тему. Он. Как бы. Меня. Обвиняет. То. Что. Верующий. Ты. Какой там. Ваш. Бог. Вот. Козилисток людей. Имена. Вот. Этого. Инквизиции. Ну. Ты же. Мент. Ты. Законы. Ратуешь. Да. Для тебя. Обороты. Должны. Поддержать. Эту. Инквизицию. Когда. Закон. Торжествует. Я. 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 и взять всего лишь за один год, сколько было сделано абортов в депрессии, то инквизиция это детский лекарь. Понимаешь? Конечно. То есть по фактам, по фактам, вот. Но люди ж не хотят факта. Они не будут слушать факты. Они будут верить в мифы. Почему? Потому что им нужно беззаконие. Понимаешь? Поэтому они будут всячески отстаивать и будут... Это та же ересь, когда еретик отстаивает свою ересь. Почему? Потому что это вера эмоций, вера страстей. Вот и все. Ты ему говоришь фактологию, то есть доказываешь по слову Божьему, а он как замкнутый круг и околдовывает. Да, соглашается, потом коп и тут же тебе опять по кругу начинают с темы на тему и одно и то же. Как оруха в обстенку и просто тратишь время и мечешь бисер. Вот так вот сектанты. И если им что-то... А сдройственно, если ты им доводишь, доказываешь, они игнорят и молчат. Вот я недавно в фейсбуке тоже доказал по слову Божьему, что Божья Матерь это Богородица. Реально, протестантам. Там было их там, ну, в диалогах выступал человек там 5-6. Ну и я, соответственно. И все там, да, она не Богородица, она Христородица. Это ж ересь древняя, когда... Я не помню, там, Ориген или кто там говорил, или Мисторий, короче, на Богородицу Христородица. Вот. А в слове Божьем, вот, я говорю, что... Ну, Елисавета написала, что это мне, что Мать Бога моего пришла ко мне. А она говорит, правильно будет это Матерь Господина. Типа не Бога, не Господа, а Господина. Я иду в греческий... Посмотрю, там, слово это обозначает не Господина, а Господь. И даются еще, помимо всего этого, куча ссылок, где это слово употребляется как Господь. И я это все выставляю, все. Молчок, игнор, никто ничего не написал, не все понял. Ты, прикинь, ты лет 10, 15, 20 там пребываешь на хорошем счету, у тебя все хорошие отношения и так далее. И сказать, что ты не прав, и поменять, это очень серьезно. То есть, это получается отречься от себя, от своих заблуждений, повернуться, сказать всем, ребята, вы не правы, я не прав, вы не церковь, я был не церковь. Это серьезный разрыв. Ну, то есть, это ересь, это тьма, которая, вернее, есть в нем. Тьма, я имею в виду, что я не осуждаю его, и не говорю, что. И она ему не дает покоя, понимаешь. И когда он это говорит, он этим же и кричит о помощи. Ну, то есть, он почему заявляет и говорит? Он ищет выхода, понимаешь. Ищет выход, конечно. Вот, чтобы ему кто-то что-то сказал, чтобы выйти, понимаешь. Но он, знаешь, как утопающий, пытается вот карабкается, карабкается, ищет за что ухватиться, чтобы это. Понимаешь, это такой тоже способ. Вот в полемиках, в общении с протестантами и так далее, они нападают, и жестко нападают, и чуть ли не до, до это, до оскорбления. А это один способ, как говорится, искания истины. Не просто так, понимаешь. То есть, ну, кто-то оскорбляет, кто-то пытается доказать, а кто-то таким образом пытается проверить на твердость и истинность. В ходе до такого, как говорится, нажима. И когда он видит, что находит, то есть, когда ты в Духе действительно Божьем, и ты ему с миром, с любовью, с почтением, отвечаешь, и действительно по-божьему, вот, и когда он, ну, видит это, который ищет, не просто, чтобы доказать, а который действительно ищет, вот, то он откликается таким образом. Понимаешь? Поэтому, то есть, он может тебе переписки там грубить, так образно говоря, там, ну, в каком плане, там, да вы сами сектанты, там, православие, там, ваши там, иконы и так далее. Это слово рода, ну, понял, грубый такой, ну, вот, ваши папы, там, так, так, так. Это сегодня, через год он может быть, это. Я одному написал, говорю, вы правы там, ну, что любить нужно, но любовь, говорю, не сорадуется неправдой, сорадуется истиной. А неправда, это ересь, говорю. Вот, потому что любовь там, где есть взаимопонимание истины. Вот. И говорю, даст Бог, говорю, ну, у меня длинный диалог с ним был. Если даст Бог, вы будете хорошим православным, говорю. Ну, то есть, ну, вы неплохо, ну, стараетесь, там, ну, неплохой диалог у нас был. Вот. И вам, ну, там, благословение от Бога, такое, видишь, я ему в конце тоже написал. Ну, вот, может, даст Бог через год это. А он там ярко отставил свою позицию. Поэтому, как Игнатий Тихонович говорит, наше дело, как-то сказать, или как-то провозгласить, а не наше дело обращать, там, или доказывать. Ну, последний ролик, вот это, который, Сталинская эпоха, он сказал, там, ну, не совсем, как бы, это. Я уже не помню, как, ну, он так, тот ему молодой сказал, что там, вот он выступает за чистоту православия, там, община живет, и Щербанек, ну, если там вот что-то такое, вот, критикует священников, а, Щербанек типа, а, если он критикует священника, то, значит, я златоуст критиковал, потом, ну, все святые критиковали, то есть, я против критики, чтобы все критиковали, но думаю, что подвижники, такие, как Геннадий Тихонович, то есть, имеет право. Он же, как, он же критикует, но он же не говорит, что это не церковь, что священство не нужно. Да, должен быть страх и благоговение, перед, если священник является действительно священником. Вот. Если священник, как говорится, не совсем священник, понятно, что как человека, все равно по-человечески к нему относятся, вот. Но, но, как говорится, молчать тоже надо, как говорится, сказать, принял, не принял, это его и дело. Но молчать тоже, как бы, не совсем правильно. То есть, сказал, если он не отреагировал, молиться за него, конечно, и так далее. Вот. Но, так вот, если все попускать, то есть, и, И Андрюсенко прав в этом отношении, когда он, когда у него конфликт был с этим епископом, и то, что люди не подходят, ну, понял, боятся потому. То есть нормально, надо подойти и объяснить, и пойти, как говорится. Потому что есть храмы, где есть общинность. Вот насчет Осипова, когда насчет ереси, там 40 или 50 человек подписали и подали прошение в эту лепархиальную комиссию. Если бы не они, то вообще сейчас бы, ну, то есть ерес, которого Осипов говорит насчет Абакастасиса, знаешь, да? В принципе, так оно сейчас и было. Вот, я, ну, против Осипова ничего, как человека и так далее, он заслуженный человек. Ну, споткнулся, видно, где-то что-то это. Но если она неправда, не надо же молчать, правильно? Потому что вот эти танцы уже в храмах, вот это все, то есть, как бы, ну, что, молчать дальше? Понимаешь, есть люди, которые критически, он личность такая, медийная, да? Он все, у него уже устоявшиеся мнения, он много где об этом ничего говорил. Все, эти люди, они тяжело, и такие поддаются перемены. То есть, если начинаешь ему говорить, все, он уже на первых нотах тебя ловит и включает вот эти свои штампы, понимаешь? Он штампом защищается, и все. И это даже не принимает в себя, не вмещает в себя твои аргументы. Ну, да, поэтому я же тебе говорю, что вот мне очень нравится Игнатий Тихонович, потому что, ну, понятно, что всех правил нельзя, как говорится, мы слабые стали, что их соблюдать, как говорится, трудно. Но это не говорит, что их тогда не надо соблюдать, понимаешь? Надо стараться, стремиться, и, как говорится, мало-помалу. Вариант какой выбирают, ты видишь, есть исполнение правил, есть неисполнение правил. Они выбирают гибкий вариант. То есть, подходить к каждому правилу вот так вот, индивидуально относительно каждого человека, понимаешь? Оно может быть, он и тот же Олег, он может быть и прав, да, нельзя каждому, допустим, конкретно вот, а такой-сакой и все, идеи и пять лет сиди в интерьер. Правильно. Благодать должна быть, согласен, но, понимаешь, тут опять-таки же, вот чем это, не должна быть кранности ни в закон, ни в благодать. А вот именно, чтобы был закон с благодатью, индивидуально, да, вот царский путь, средний путь, понятно, что это самое, потому что есть нюансы, есть моменты. Кто против этого пути? Просто сегодня эти законы не на ком применять. Понимаешь, сегодня ты выходил в любой храм, кому ты его вменишь, вот это свое, тебя у виска покроют, и в другой храм уйдут, и все. Ну да. А если везде, во всех храмах, то они ничего не потеряют, люди для себя. Вера-то люди не имеют, идут-то зачем, чтобы попросить у Бога для себя что-нибудь, для Себа, понимаешь? А все остальное человеку по барабану. Ну да, Себе, ну, в принципе, я согласен, это от Бога, как говорится. Господь только же может поменять, надо просто за это молиться. Конечно. Я об этом умею давно, вот эта мечта, понимаешь, вот создать, может, какой-то сайт, вот какой-то проект такой, где можно показать вот именно настоящих православных людей. Не то, что по одному, по двое, а вот именно массово показать, что люди одинаково верят, что они стоят вот за истинно, вот так вот, знаешь, гуртом, таким грудью они стоят за истинно. Это впечатлит людей. Ну, а это собирать надо информацию. Вот тот освещение, которое я тебе скинул, кстати, он есть и ВКонтакте, и в этом, и в Фейсбуке, по-моему. Ну, ВКонтакте точно он есть, который насчет торговли храме. Это ж его, короче, ролик, это он, как бы, ну, священник. Вот. Потом вот этот, сегодня в ролике «События дня» Игнатий Тихонович читает текст там священника о церкви. Их собрать и действительно показать, ну, есть такие священники, которые ратуют и, ну, пытаются, и то же самое, в принципе, говорят, как Игнатий Тихонович. В той или иной степени, в той или иной области. А вот, согласен, это, ну, это было бы неплохо. Вот. Ну, чтобы люди видели, что есть, и люди подтянутся, понимаешь? Вот. Мусульманские, смотри, вот эти ролики, когда они показывают массу, вот они многотысячные на молитве, одни задницы вот эти, как оно убеждает, да? Да, на ощупь, то есть это, это очень пролечает, так сказать. Кураев. Он сейчас очень сильно на церковь, короче, поливает. Знаешь об этом, нет? Да я сейчас им как-то не интересуюсь. Ну, он что-то с ним у него тоже, как у Андрусенко, короче. Обида, видно, за то, что его подвинули. Вот. Ну, он же сейчас как бы там, типа, за штатом, не за штатом, непонятно как. Да это я все знаю, ну, как, ну, если я, знаешь, как, да что, если он начал говорить, то уж говори открыто, не ходи вокруг да около, если уж ты, то говори, тогда называй фамилии, показывай их, обличай их по полной программе. А что вот этими намеками-то? Нет, так дело в том, что я же тебе говорю, что, допустим, очень жалко и печально, что он этим занимается, почему? Потому что, ну, реально, это действительно очень талантливый человек и по-богословски, то есть доктринально вообще лучше его, я думаю, нету. То есть он действительно, ну, я вот слушал его старые ролики там и так далее. И когда я увижу его тексты, он в фейсбуке, я же тоже подписан на него. Ну, вообще это другое, то есть это видно, что у него это обидка, короче, реально. Хотя он мог бы, ну, тот же шеян был. Да и он войну ведет с патриархией, да и все. Ну, и все, там ушел, там, допустим, сделал бы себе, ну, не воевал бы, а трудился бы. И он бы очень многих, кстати, протестантов мог бы тоже приводить в православие. Потому что он, ну, очень сильный. То есть протестант, когда он, я, есть его старые ролики, где он общается с служителями протестантскими. То есть протестанты сидят там, служителя, постарше его там намного. То они как дети перейдут, вообще. Ну, то есть, потому что он реально, у него вещь такая, что у нее. И просто жалко, что время идет, и он тратит на, получается, ну, как чуть ли не боится сальто. Вот, ушел, ладно, там, нет, займись где-то с молодежью, молодежь, ну... Ну, он, может, не занимается где-то, просто вот он, как бы, свои внутренние переживания поносит. А так-то он, я думаю, он ведет, ведет жутся и проповедует, и все. Ну, не знаю, я что-то не вижу ни ролика такого, ничего, чтобы он где-то что-то... Ну, новых нет роликов, где он на собрании где-нибудь... Ну, я ж говорю, его ж нету, поэтому, если были, то это самое. А там где-то, если он поехал куда-то... Ну, как, он в основном же ж куда-то, на программу, наеха Москвы, может, поехать, там, еще на какую-то... А, смотри, его ж, его по большей мере и общество самоотвергло, вот, да, это, как бы, и общество сейчас против него восстало. Ну, да, потому что он, допустим, насчет этих... Пусть и райд, там, вступился. Хотя, ну, то есть, я не про... Ну, то есть, по-человечески это... Ну, допустим, если бы они это сделали в мечети или в этом... В Израиле, в этом, так, в синагоге, то их бы полиция приехала, арестовала и посадила бы, и нормально дали, понимаешь? Хотя, сейчас, кстати, Кураев же выставил статью насчет Белл Назара, что он насчет этого пусть и райд, и насчет этого парня, который покемона уложил, ловил, вернее. И, ну, и Белл Назар говорит, что мы бы пусть и райд пригласили на чай, вежливо бы расспросили, почему они так поступили, что мы им, почему мы им мешаем, там, или еще что-то. То есть, понимаешь, ну, это все слова, я не верил, и Кураев либо не видит, либо не понимает, что это идет информационная война, что выбеляется иудаизм, а православие, как бы, очерняется. Это настолько очевидно, что я... И самое интересное, что он об этом пишет, он, как бы, показывает, вот, типа, православие опять проиграло, иудаисты лучше себя показали, понимаешь? И просто, ну, просто удивляюсь, почему. Ты же должен понимать эти все вещи, что это информационная война. Он слишком много знает, просто, как об этом говорить. Может быть, то, что он знает, когда мы узнаем, может быть, мы еще не так что поведем. Не знаю, ну, смотри, я просто, вот, когда я работал в торговом центре, ну, торговый центр, все, там, куча магазинчиков, магазинов, там, разных, там, одежды, джинсы, сумки, парни, шумы, там, ну, это же торговый центр. Вот, ну, и все так, ну, люди ходят, там, такое, как говорится, рабочее состояние, продавцы, покупатели и так далее. И так такой шум гам, короче, непонятно, знаешь, вот, оборачиваюсь. То есть, трое или четверо этих евреев в Песах, понял, ну, так наглости ведут, как хозяев, реально. Они знают, понимают, что их не время, что все у них, и так далее. Их так же учат с детства, не то, что они там это, что мы для них никто, что мы мусор, сказать, что мы скоты, их так учат, и понятно, почему они так все ведут. Мы для них животные, а почему мы имеем человеческий образ, чтобы им не брезгливо было принимать от нас услуги, подарки и так далее. Ну, то есть, это у них, в ихних Талмудах этих написано. Ну, займался своей безпосередной деятельностью, торговал, но уже, как люди пройшли, продавал воду. Сидел на бордюр, сидел, грав, в телефоні переглядал поведомления. И вийшло так, что почув три пострели, два из которых ударили мне в машину, потому что почувствовал звук металу, и один мне, соответственно, уже внес. Ну, все, потом повернулся, три хлопца на другом поверхности, они перегнули, сховалися. А кто здесь на реке с переходом? Тут были ли они наши? Тут наших людей не было. Тут все были иноземцы. Ни-то все были, но никто не пришел в машину? Абсолютно, ні, никто, все только подивились, пошли дальше. Можливо, чтобы были наши, то воно было бы как-то иначе. А так, им же все. Олег. Потім приехал. Он меня набрал, я приехал, и я побачил, как он опять зарядил пистолет. Я приехал сюда по звонку брата, и побачил, как с другого поверху хлопец перезаряжает пистолет, и хотел выстрелить тоже в иноземца, он ишел по дороге. Он хотел в него так же стоять, но я побачил милицию и заховался вниз за балконом. Какого это балкона? С другого балкона, да. Там, где пиво, можете засняти. Там, где стаканчик с пивом и тряпка висит. Это там он находился. А после того, как приехала полиция, они как себя поводили? А, все, вижу. 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 А, все, вижу.